Привитание свет. Больше 700 талиновитых хлопчиков и девочек собрались сессионнее в Громадско-культурном центре на областный этап 5-го республиканского огляда конкурса детской творчести. Право в дело в творческом споборнистве отримали одоранные дети из 15 районов Гомельской области. Об эмоциях тех, кто выступил перед профессиональным жюри и тех, кто еще ждал своего выхода на сцену. Сюжет Марины Джалай. Узорный оркестр с 67-й Гомельской школы отримал гоноровое право открывать конкурсную программу. Дети и их наставники кажут, было вельми хвалююча. Угэта не только великий гонор, але и великая отказность. Задачи музыканты справились в правом сенсе виртуозно. Очень волнительно. Несмотря на то, что наши ребята участвуют во всех международных конкурсах, в которых можно участвовать, и везде занимали или гран-при, или первые места. Но сегодня вот такой обширный, объемный конкурс. И для нас это было престижно и еще раз волнительно. Это здорово, когда мы принимаем участие и чувствуем уровень вот этих ребят, которые с нами вместе играют на этой площадке. Узорный ансамбль танца «Миловица» приехал с Будокошалевского района. У коллектива 50 удельников в возрасте от 6 до 18 годов. Перед выходом на сцену – опошняя репетиция. Дети и их кировник настроены на перемогу, але усердно вельми хвалюются. Минавито тому ни одного момента не тратить дарма. Рыхтуются. Сегодня мы прошли на республиканский конкурс, на детки будут танцевать в трех возрастных категориях. Надеюсь, на победу ждем победы. Очень-очень переживаем за это. Готовились очень долго. И так как наш коллектив участвует в национальном проекте использования интерактивных методов учения как средства формирования коммуникативных компетенций, и сегодняшние мероприятия способствуют этому, чтобы дети умели общаться не только в своем коллективе, но и с другими коллективами. А на сцене тем часам – соправдная краина детячей творчести. Спектакль сплетен из ярких самобытных номеров, продуманных до самых дробных деталей. На сцене – декорации, а на велезном экране – малевничея полотны. И все это переносит глядачу в счастливый свет детинства, луча до истории фольклору нашего края, до его традиций и обрада. Шаровные детячие голосы, виртуозная игра на музычных инструментах, энергия, накерованная углядацкую залу – разумеешь, что каждый из юных выканавцев достойны «Перамоги». Я отвечаю за вокальный жанр, и то, что ребята в последнее время очень сильно выросли в вокальном плане, об этом говорят все конкурсы, и «Голос», и «Х-фактор», и «Краина моей таланты», там, где белорусские ребята приезжают и доходят до финала и побеждают. Конкурс «Привитание свет» проводится раз у два годы. «Пераможцев» вызначают у шести номинациях. У их лику – хореографичная творчесть, театр моды, инструментальная музыка. Лепшие празд месяц примут удел у гала-концерте у Минску. Марина Джалая, Валерий Хапанько, Телерадо, компания «Гомель».